Сегодня я зайду на Аризону в iCity и буду наказывать наглых дебешеров И спойлер не только с ковшами, появилось кое-что новенькое И вы наверное ребят уже знаете, что я такой очень добрый ютубер И бывает даже сам иногда нарушаю какие-то правила Но ковши и дебешеры Аризоны это отдельная тема Поэтому я расчехляю все свои админские возможности и полномочия Ну а вы пожалуйста не забудьте поставить лайк и подпишитесь Так ребят, тихо, не спугните чувака с ковшом Эйвэ Макаллистер, самый обычный формил инкассатор на iCity О, тут еще и Елена пришла, классная Елена И вот вроде бы никакого ковша на его машине мы не замечаем Но просто вдумайтесь ребят, этот чел гений Вот что он использует вместо ковша Пакетики, обычные тюнинг пакетики, которые оказывается имеют такую же коллизию практически как ковш И с их помощью чел становится неуязвимым на такой вот крутой машине за несколько миллиардов вирт И это на сегодня наш первый человек, за которым я собираюсь понаблюдать Потому что с таким тюнингом, если этот парень выйдет навстречку, ну просто не позавидуешь Кстати, смотрите, стоит ламборгини с ковшом По-моему, уже несколько лет назад запретили надевать ковши на легковые тачки Тем более на такие спортивные Ну а тем временем, к моему удивлению, наш Эйве доехал уже до загрузки инкассатора И честно, я за ним наблюдаю уже минут 10 и ни одного нарушения за ним не увидел Записываем в блокнотик его как крутого пацана, пока что карандашом Вообще, ребят, если честно, эта идея мне пришла в голову, когда я увидел видос о Буге, ютубера Я решил также зайти на Vice City и последить за чуваками с ковшами Потому что я этого не делал уже, наверное, больше года, а то и двух И наткнулся на это Просто Как же это гениально Это очень дешево и гениально Три вот таких пакетика стоят, я не знаю, пару миллионов вирт, а ковш стоит 50 раз дороже Сейчас инкассаторов на сервере практически, наверное, больше половины всего онлайна И смотрите, еще один чел с таким же абсолютно тюнингом, с такими же пакетами Блин, что это вообще? Так, чел куда-то поехал, просто посмотрите, у него вся тачка уже дымится Его даже этот тюнинг не спасает, он водит ужасно, походу Бам! Просто отлетает чувак от него Надо еще врежься в кого-нибудь еще посмотреть, как вообще работают эти пакетики Еще один товарищ проехал с таким же тюнингом, возможно, это тот Эйве Блин, просто сколько инкассаторов, сколько Каждый второй чел, походу, работает инкассатором здесь на Vice City Офигеть, чел сдает тачку инкассатора по 70 тысяч в час 7 миллионов на наш сервер в час В общем, минут 20, ребят, я сейчас наблюдаю за инкассаторами И что бы вы думали? Заходим в слежку за еще одним чуваком И это уже третья машина с этими пакетиками Так плюс у чувака здесь еще и голова оленя, блин Я не знаю, как она работает, правда Работает ли она как ковш или нет, я не знаю Но когда на инкассаторские тачки запретили надевать ковши Люди придумали обход и ставят вот такой тюнинг Сейчас надо запрещать, блин, ставить пакетики на тачки Ну что это было? Да, третий чел, за которым я пошел в слежку, уже нарушает Это видно Может быть не совсем специально, я не буду придираться прям уж сильно Нет, в общем, этот чел тоже Хоть и имеет вот этот вот максимально странный тюнинг Он не нарушает точно Я сейчас видел, как он всех старался объезжать, чтобы никого как раз не сбить Но тогда зачем ему этот тюнинг вообще нужен? Вот, 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 смотрите Дальнобойщик разворачивается Он его подождал, все пропустил, молодец Стоп, смотрите, а что, что тут с банкоматом? Видите, это что, что с банкоматом происходит? Короче, ребят, я сейчас вернулся с Vice City на кассу Накупил вот такое вот количество черепов И каждый этот черепок стоит буквально полторы-две тысячи вирт То есть на все это я потратил даже меньше миллиона Теперь вот здесь вот покупаем несколько туристических рюкзаков Да, это не пакетики, это рюкзаки Четыре штуки я взял, получается, меньше, чем за миллион И давайте я сейчас просто лично проверю эти пакетики Точнее, рюкзаки Сейчас абсолютно так же делаем, как и чуваки на инкассаторках Вот так вот их просто прилипляем к нашей машинке Вот, просто красота Самодельный ковш стоимостью меньше одного миллиона Давайте сначала просто проверим это все на столбах Столбы разбиваются так же, как и с ковшом Просто от них ничего не остается, я еду и да Мусорка, удачи, столб извини Все, да, я еду и просто не замечаю вообще преград Меньше, чем за миллион, блин И да, очень легко можно сносить машинки Абсолютно так же эта штука работает, как и ковш Вот эту конструкцию я сделал буквально за одну минуту И если там как-нибудь настроить их, еще немножко повернуть Вообще ничем не будет отличаться от ковша, абсолютно Зачем теперь нужны ковши, абсолютно непонятно Если есть такая альтернатива, меньше, чем за миллион Просто вот так вот еду, да, абсолютно вообще Ну дайте проехать, не мешайте Так, ну, немножко согласен, перестарался Девять вот таких вот туристических рюкзаков на моей бэхе И на все про все у меня ушла парочка миллионов вир Да, наверное, с такой броней я смогу задебэшить даже поезд Ну вот, например, смотрите, полицейская машина стоит Вот так вот, вообще не напрягаясь Ну, правда, я тоже немножко сам подпрыгиваю Блин, по-моему, это даже хуже, чем ковш, ну реально, смотрите Вот этот нижний рюкзачок я не просто так поставил вот так вот Видите, чтобы я немножко поддевал машину И в принципе сейчас все инкассаторы, да и вообще любые игроки Которые ставят вот эти пакеты себе вместо ковша Они, ну, просто обходят эти правила сервера И, ну, в общем, тоже нарушают, я бы сказал Сто процентов нужно ввести правила на всей Аризоне Чтобы запрещен был вот такой вот обход ковша Потому что вот эти рюкзаки, это просто как пример Я думаю, абсолютно все детали, которые также имеют коллизию Можно сделать в форме ковша И тем самым всем мешать и всех подряд дебэшить The next day Ребят, короче, я нашел еще одного гения На этот раз у нас уже не пакетики или туристические рюкзаки А вот такие вот черепа, которые тоже имеют коллизию, как у ковша И да, по-моему, такого тюнинга на инкассаторских тачках С каждым днем становится все больше и больше Так, этот инкассатор только что положил деньги в банкомат Поехал к следующему и, в общем, давайте приступать к делу Сначала вводим вот эту вот команду Смотрим, проверить улучшения И три наклейки череп У этого парня есть? Ну и теперь просто Все вот эти вот черепа я удалил с причиной обход ковша Зачем удалил? Non-RP-tune? Почему меня не спрашиваешь? Ну, как видим, чел особо не расстроился Потому что я вам уже показывал, сколько, в принципе, такой тюнинг стоит И, по сути, сейчас этому парню этот тюнинг я удалил Но он спокойно может взять и просто купить себе новый Потратив буквально 1500 В целом, на самом деле, я не понимаю, зачем делать такой тюнинг Если ковши запрещены, то, понятное дело, что Запрещена не именно моделька ковша, которую вы прикрепляете на тачку А весь подобный тюнинг, который как-то копирует или имитирует этот ковш Ну, кстати, сейчас, ребят, я слежу за многими игроками, инкассаторами И уже не так много такого тюнинга, как было два дня назад Возможно, кто-то из админов, помимо меня, тоже решил этим заняться И поудалять весь такой вот non-RP-tune Здесь на частных парковках тоже я не вижу тачек инкассаторов с ковшами Проезжающая машинка тоже без тюнинга Ну и штрафстоянка, здесь тоже буквально одна машинка инкассаторов И она тоже без единого тюнинга Короче, сегодня хотел заняться удалением такого тюнинга Но, походу, за меня все уже сделали админы И это круто Теперь можно спокойно заниматься фармом на Vice City И не переживать за то, что тебя задебэшит какой-нибудь ковш Или, что хуже, туристический рюкзак или череп Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!